Всем привет, меня зовут Лина, и это Ханкай. Да, вы дожди... Так, значит, я продолбалась и радостно тыкала в сюжет, я так понимаю, но у меня в этот раз не получилось сделать так, как я хотела, так как я сделала в предыдущий раз, то есть те, кто, например, видели мои первые видео, те замечали, что я сперва играла на одном аккаунте, а потом резко начала играть на другом, потому что я сперва завела себе аккаунт, а потом поняла, что там я записывала с подлагами, вот этим вот всем. Тем временем, в общем, у нас тут поединок под лазурным небосклоном. Цзиньюань приглашает экипаж Звездного Экспресса на церемонию боевых искусств, и когда нас наконец-то приводят к Цзиньюаню, оказывается, что Лафу Синжоу собирается возродить церемонию боевых искусств, и генерал также сообщает о прибытии генералов Джумина и Яла Цзина, которые будут наблюдать за, собственно, церемонией, и это, видимо, не предвещает нам ничего хорошего. И накануне церемонии боевых искусств Лафу Синжоу становится местом возникновения конфликтов, потому что здесь находят приют не только гости, но и корабли КММ, подвигшиеся нападению борисинцев, и мы с Ян Цзином идем разбираться, что тут происходит. КММ выдвигает против нас в очередной раз обвинения, мы успешно их все опровергаем, а потом разговаривал с Дзиньюанем, генералом Яхуаньем, которые рассказывают о том, что генерал Я Цзина и Джумина пришли на самом деле для того, чтобы понять, что за херня тут происходит, и Март у нас внезапно, к слову, становится мечником, ее тренирует девочка с голыми ножками, и Ян Цзин. А еще, а еще, а еще оказывается то, что мы у нас тут под Лафу, или в доме кандалов, в общем, местной тюрьме содержится главарь борисинцев, такой огромный агрессивный волк, предводитель борисинцев Хуэй. Мы туда приходим, там происходит какая-то херня лютейшая, лютейшая херня, в ходе которой большой и опасный волк сбегает. Большой и опасный волк сбегает, и, значит, мы вот идем... Мы, в общем, ищем Ян Цзин на приюте звездных вариков. Ялика. В дом кандалов пал, стая волков вырвалась на свободу. Это происшествие сорвало планы еще до того, как церемония боевых искусств успела начаться. Хотя переулки Синчжоу кажутся привычно безмятежными, волки, способные менять форму, уже скрываются в толпе. Покинув дом кандалов, вы застаете Ян Цзин, обеспокоенного, расхаживающего из стороны в сторону. Ян Цзин — это вот маленький ученик Дзин Юаня, у которого обостренное чувство благородства и справедливости. Хороший мальчик. Хороший мальчик, да. Очень хороший мальчик. Я постаралась... А где? Вот. Я постаралась подобрать отряд, который был бы под лафу. Мне Файсяу выпало. Я просто на шару решила 3 по 10 крутануть, и мне внезапно выпала тетя с крашенными волосами и ушами. Давайте продолжать. Ян Цзин, привет, зайчик. Ян Цзин, пока я вот эти вот все квесты проходила, и пока я проходила церемонию боевых искусств, я тоже прошла вчера. У нас Марч Севен в итоге... Где там она? Для тех, кто не играет, я покажу. Она в итоге мечником-то стала для того, чтобы тоже поучаствовать в церемонии боевых искусств. Ей выдали очень стильный костюм. Очень красивый. Все устраивает, кроме того, что она не прокачанная вообще. Так, Ян Цзин, привет. Ой, простите. Ой, спасибо. Кстати, а когда начнется церемония боевых искусств? Просекатель небес давно уже висит в небе. Когда нам разрешат подняться на борт? Говорит с будораженной иномирком. Кстати, да, у нас, получается, во Фусян Джоу целый корабль отдали под эту церемонию боевых искусств. Так вот, как живут долгоживущие виды. Какие же немедлительные. Полезное значение ожидания в моем эмоциональном центре уже превысило все нормы. Так не пойдет. Мне нужно выпить немного охладителя, чтобы скинуть температуру. А ты через че пьешь? Поделись. Вебка ниже сдвинута, потому что я играла в Невер Винтер, стримила Невер Винтер. И подумала о том, что, в принципе, ну да, в принципе, там че, буквы видно? Меня видно. Так и осталось, пожалуй, да? Не переживай. Если ты купил билет, комиссия по балансу обязательно отправит уведомление. Когда придет время, подняться на борт. В кассетах писали, что перед началом церемонии рассекатель небес даст торжественный залп, говорит житель Сен-Джоу. Ой, там нам искорка такой торжественный залп устроила, я вам скажу, ребята. В турнирном графике первого дня указано, что мастер арены даст аж 4 боя подряд. Вы это трудно поверите, но говорят, он еще подросток. Бардо, ты на кого ставишь? Там мастер арены маленечко поднапрягся позади вас. Не на кого. Я уже промотал все свои кредиты во время турнира по Робобоуна Тайкияне. На этот раз я решил больше не играть в азартные игры, чтобы достичь поставленной цели. Разбогатеть. Церемония боевых искусств. Подросток. Ну, лет 12 вы говорили вроде. Привет. А вот и ты. Я слышал, что вы вместе с господином Дань Хэном отправились к судье, а в доме Кандалов вспыхнули беспорядки. Я так беспокоился за вас. Хорошо, что все обошлось. Давай обсудим, что случилось. Да-да-да, это вот для тех, кто... Как это, в предыдущей серии в доме Кандалов был бунт. Частью тюремщикам удалось нас защитить, а потом на помощь пришли облачные рыцари. А что произошло с тобой? Я собирался в порт-звездочет Навали, чтобы вместе с Мартой Юнь Ли посмотреть турнир на Рассекатели Небес. Кто бы мог подумать, что на пути появятся лисы, и к тому же якобы официальные лица. Это сокрытые борисинцы мы узнали в прошлый раз, это не спойлер. Они нацепляют на себя личину лисов, этих долгожителей, расу. Но на самом деле это агрессивные волки. Волки в лисей шкуре, так сказать. Юнь Ли, это как раз-таки голоногая девочка, вторая маленькая в отряде. Они вели себя очень странно, и с любопытством мы решили за ними проследить, и обнаружили, что это были борисинцы, замаскировавшиеся под лис. Судя по всему, они проникли в порт-звездочет Навали, чтобы подготовить побег Хуэя. Чистая удача, что мы на них наткнулись. Кто же предоставил им маскировку? Сколько им еще борисинцам удалось проникнуть на церемонию боевых искусств? Кажется, вот те туристы, а те говорят. Да, я тоже слышу. Правда, мне придется их разочаровать. Я уже доложил генералу, что не буду выступать мастером арены. Почему? Я считаю, что безопасность Лафу важнее. Прежде чем принять почетное звание мастера арены, я обязана сначала исполнить свой долг лейтенанта облачных рыцарей. Туристам же только хороший поединок и подавай. На турнире по фехтованию может выступить кто угодно. Не обязательно я. Настоящее сражение будет происходить не на рассекателе небес, а здесь. Если как можно скорее не схватим беглецов Хуэй, здесь все с ног на голову перевернет. Вот. Очевидно, что его побег из тюрьмы был кем-то тщательно спланирован, чтобы устроить беспорядки. Если преступники добьются желаемого, что станет честью облачных рыцарей? Верно. Несмотря на маленький рост, этот малыш с Лафу обладает не меньшей решимостью, чем воина с Яоцином. Она такая... задорная на самом деле. Рост здесь не при чуан. Это второй генерал с... генерал с Яоцином. Че ты тут делаешь? А, что вы тут делаете, генерал? Без понебратства. Я попросила Ян Циняя выбрать местечко, где можно досыта наесться. На голодный желудок не охотятся? Не зря вас прозвали соколиным мощью. Даже перед лицом великой опасности вы не теряете аппетит. Прошу вас, генерал Фейсяо, давайте поскорее закончим с этим. Боюсь, я ничем не могу тебе помочь. Ешь давай. Я привела тебя сюда, чтобы ты как следует подкрепился. А можно мне тоже захавать? Можно мне тоже захавать? Я? Как можно сейчас беззаботно набивать брюхо? К тому же я столько не съем. Да она вон уже приходила почти одну чашку. Так, так. Я ведь ем. А ты чего? Ну смотри, тебе вон там близняшек надо подкармливать, чтобы они росли. А ему-то чё? Хотя ему наоборот надо есть, чтобы он вырос большим. С тех пор, как ты встретил борисинских лазутчиков, на тебе лица нет. Ведь и морковка, и мак... Господи, ты ведь и маковые росинки во рту не держал. А Хуэ не из тех противников, которых можно победить на голодных желудок. Хуэ это большой дядя-босс. Злой большой волк. Не торопись. Расслабься и поешь, наконец. Место нахождения Хуэ до сих пор неизвестно. К тому же у них господин Дзяо Цю. Чем дольше мы ждем, тем больше ситуация выходит из-под контроля. У меня сейчас забавная ситуация. Потому что смотрят и ребята, которые играют в Ханкай, и ребята, которые не играют в Ханкай. Но хотели бы посмотреть, что там в Ханкай происходит. Я такая... Ребята рассказывают одним то, что они уже знают. И другим, которые... Типа чё? Чё? Цяо-чю это лис, которого я хотела выбить. Он был в прошлой хрутке, но он ко мне не пришел. Огненный, улыбчивый. И он лечит через еду. Лечит через еду. Это же мечта, мужчина. Цяо-чю всегда говорил, что я самый нетерпеливый из облачных рыцарей. И ведь не поспоришь. Поэтому у тебя нет никаких причин спешить больше, чем я. Я уже много лет сражаюсь с мерзкими борисинцами и прекрасно знаю об их зверствах, за которыми к тому же кроется коварство. И в этот раз они хорошо подготовились к обеду. А когда враг скрывается в засаде, он не станет показываться просто так. Когда охотишься на дикого и коварного зверя, необходимо сохранять спокойствие. Если стреляешь из лока, как следует натянить и теву. Только так ты сможешь сразить цель с одного выстрела. Когда Хуэя слабит бдительность и обнажит свои зубы и когти, тогда и настанет самый подходящий момент, чтобы покончить с ним. И когда же настанет подходящий момент? Я же говорю, после обеда. Я тебя просто поддерживаю всеми лапками на самом деле, Фейсяу, потому что я с тобой согласна. Сперва покушать, восстановить силы, а потом уже все делать. Вскоре после инцидента с побегом в доме Кандалов. Обитель Божественного Предвидения. Господин Хуэйян, комиссия по полетам, завершила необходимую подготовку. Будут ли еще указания? В согласии генералов закалиной мощи Божественного Предвидения, я внеременно займу пост, управляющего делами обители Божественного Предвидения и шести комиссий Ла Фу. Что сейчас происходит в доме Кандалов? Хуэй довольно быстро скрылся, к тому же он заблокировал ворота. Но облачным рыцарям все же удалось восстановить связь с тюремной стражей. К счастью, запертые в доме Кандалов безымянны не пострадали. Даже не знаю, подходит ли к текущей ситуации фраза «ну и славно», но все же я рада, что Кейбра и Дань Хэйн в порядке. Один из посладников с Яцина пропал без вести. Должно быть, попал в плен к Бресинцам. Не волнуйся, Юйкун, Хайся уже бросила все силы на поимку волков. Думаю, ты осведомлена о ее возможностях. Господин, я ни в коем случае не ставлю под сомнение способностей. Генерал Фэйсяо меня больше беспокоит церемония боевых искусств. Как классно плану, открытие церемонии должно состояться уже через 6 часов, когда зрители начнут подниматься на борт рассекателя небес, кто бы наблюдает за состязанием. Но нам до сих пор неизвестно местонахождение Хуэя. Фактор неопределенности слишком велик. А точно стоит проводить церемонию? Март права. Дедушка, я слышала, что преступник, сбежавший из дома Кандалов, не просто опасен, а вдруг что-то случится. Я на чуть-чуть поверх сделаю, чтобы не перекрывать начало фразам. А что же нам делать, Юн Ли? Конечно же, нужно объявить военное положение и бросить все ресурсы на поимку преступника. А церемонию боевых искусств лучше отложить на неопределенный срок. А это неплохой выход. К сожалению, чем лучше план, тем сложнее его реализовать. На мой взгляд, по меньшей мере, две стороны твой план не примут. Тоже. Во-первых, толпа торговцев и туристов, приехавшись на церемонию боевых искусств. Объявить военное положение – это все равно, что заявить о том, что на Лафу небезопасно. Давайте зададимся вопросом, как на это отреагируют и на мирцы. Конечно же, они будут напуганы, начнутся волнения. А во-вторых, сотрудники шести комиссии Лафу Сяньчжоу, они потратили столько сил и ресурсов, чтобы организовать церемонию, что даже и не счесть. Если сейчас вдруг все отменить или отложить, для них это создаст целый ворох проблем. И, конечно же, некоторые одобрят твой план. Ээээ, правда? Закулисный манипулятор, устроивший побег обеими руками за то, чтобы твой план сработал. Уэй сбежал из тюрьмы, в Исинстве нам обнаружили болесинских лазутчиков в порту. Даже младенец не поверит, что все эти события не были кем-то коварно спланированы. Беглый преступник, всего лишь пешка. Сделав этот ход, противник хотел увидеть, как в сердцах народа Лафу зарождается зерно сомнений, как все мы ощутим угрозу и начнется хаос. Если мы объявим военное положение и отложим проведение церемоний боевых искусств, мы лишь пойдем у него на поводу, и комбинация, где Холлой сеет ужас, будет разыграна в партии «Раньше времени». И что же делать? Мы обязаны найти преступника, но обстановка на Лафу должна остаться прежней. По крайней мере, именно так это должно выглядеть. Прежней? Но ведь Исин и след простыл. Он исчез, сказал, что собирается помочь генералам и решить проблему. И что же теперь? С нами нет мастера арены. Как мы можем притвориться, что все по-прежнему? Да, именно поэтому я и позвала вас. Марта стала мастером арены вместо Ян Цина? Да, конечно. Может, генерал Хуаян решил лично взяться за дел? Конечно, для меня тоже найдется задачка. Но мне предстоит отправиться вовсе не на рассекатель небес. Неужели генерал Хуаян желает, чтобы я заняла место Ян Цине и выступила на турнире в качестве мастера арены? Мне кажется, это не генерал Хуаян хочет. Это ты в своих мечтах, мастер арены, вся такая красивая. Бежишь вперед, волосы назад, независимая и так далее. Умница, госпожа Марта. Это именно то, что я имела в виду. Вот это поворот, конечно. Дедушка, но ведь Март – гость от церемонии, приглашенная Цинь Юанем. И это видно, что Бейна Мирка стала мастером арены от имени Лафу. Разве публика не будет высмеивать нас за то, что на Лафу Синь Джоу совсем не осталось талантов? Глупышка, безымянные со Звездного Экспресса известны во всей вселенной. Только представь, какая это честь, сумеет пригласить одну из них. К тому же, госпожа Марта будет сражаться в качестве лейтенанта облачных рыцарей. Кто после этого посмеет сказать, что на Лафу Синь Джоу не осталось талантов? Церемония боевых искусств состоится. Мы не вправе допустить ошибку. Я веряю вам, не просто выйти на арену и защитить нашу честь. Вы должны будете обеспечить безопасность на Рассекателе Небес. Юй Кун, расскажи им о наших планах. Лин Шам. За шесть часов до начала церемонии боевых искусств. Дом Кандалов. Ситуация в Доме Кандалов вышла из-под контроля. Благодарим вас, генерал, что лично прибыли на помощь. Где твоя сестра? Ее там потрепало в прошлый раз, Натна. Не стоит благодарности. Обычные рыцари сражаются на поле боя, а судьи карают преступников. И вместе мы защищаем Синь Джоу. Для меня честь служить комиссии десяти владык. Я уже имел дело с беглыми преступниками. Расскажите, что именно произошло в Доме Кандалов. Намаскировавшись, мятежные борисинцы тайно проникли в Дом Кандалов, организовали побег и учинили беспорядки. Я для чего ребятам делала экскурс? Целых семь минут в самом начале серии? Чтобы вы потом то же самое повторили своими словами? Спеши, только не делай вид, что точь-в-точь в вашем исполнении. Отыскать, заковать, наказать, допросить, дежурные обязанности четырех судей. Судья Сюэ из отдела заключения отвечала за поиск преступников. Но она пала в бою и теперь временно отсутствует, поэтому я пока исполняю ее служебные обязанности. Спектральные посланницы Аур-Матоны и проводники душ уже отправились по разным ярусам, чтобы как можно скорее восстановить порядок. И я с подручными отправлюсь вглубь Дома Кандалов на поиски зацепок. Я тут поняла, почему мне надо наверх. Смотрите. Та-дам! Ммм, чудесное явление Линши. А я-то думаю, почему мне надо наверх. Да потому что тут вот такие вот есть виды, когда я просто беру и закрываю с собой персонаж. Генерал, ситуация на ярусах по-прежнему остается непредсказуемой. Вы подвергаете себя опасности. Для генерала Облачных Рыцарей опасность это дело привычное. Уэй сбежал. Послание Сиации напопал в лапы Борисинца. Кудьба его неизвестна. Я не могу остаться в стороне. Генерал Соколиная Мощь без единого упрека решила лично поймать злоумышленников, чтобы избежать новых проблем. Как такой энтузиазм. Думаю, Лафу теперь перед ней в долгу. Как мятежные Борисинцы узнали, в какой зоне содержится подстража Хуэй? Как совпало, что они осуществили свой план как раз перед тем, как посланник с Яуцина должен был конвоировать вожака? На мой взгляд, ответы на эти вопросы не так уж сложно выяснить. Важно, сможем ли мы отыскать зацепки, которые приведут нас к зачинщику. Понимаю, но только боюсь, что выполнить задуманное будет весьма непросто. В течение долгого времени нашего закулисного злодея нисколько не заботил о благополучии Лафу. Он действовал, не считаясь последствиями. Если мы решим выступить, это лишь разодорит пыл соперника и подвергнет мир на Лафу новым опасностям. Будь по-вашему, какое решение бы вы не приняли, комиссия десяти владык сделает все возможное, чтобы помочь вам. Дан Хэн, Лин Ша, с такой сложной миссией вы можете мне помочь. Это мой долг, как члена комиссии по алхимии, поэтому мне придется испить горькую чашу до дна. С чего начнем, генерал? Ничего себе. Это что за адаптация такая качественная? Маковой росинки во рту не держал, испить горькую чашу до дна? Хотя, скорее всего, наверное, в китайском оригинале там тоже были фразеологизмы, случаевые совосочетания там какие-то, которые просто заменили русскими аналогами. Начнем с тех самых борисинцев, замаскировавшихся под лисий народ. Я уже распорядилась подготовить вещественные доказательства. Линша, неожиданное лекарство. Ты че там бухтишь? Не бухти давай. Мне так нравятся ее покемоны. Тут реально в покемонах был такой зайка. Видите, да? Я про лицо на стене. Где еще он есть? Больше нет, да? Лиц на стене. Как докладывает лейтенант Яйцинь, в портузе зачет Навали он встретил нескольких подозрительных выходцев из лисего народа. Отправившись за ними следом, он выяснил, что это были замаскированные борисинцы. Вот остатки одного из них. Останки. Глядя на него сейчас, сложно даже представить, что он мог замаскироваться под лиса. Мои алхимики обнаружили на теле следы некоторых довольно сложных лекарственных средств. Возможно, их анализ даст нам объяснение, как борисинцы смогли превратиться в представителей лисьего народа. Если вкратце, лисий народ и борисинцы имеют общее происхождение. Хотя сейчас они обладают значительными внешними различиями, все же на генетическом уровне эти две расы довольно схожи. Препарат позволяет борисинцу временно изменять телесную оболочку и стать похожим на лиса. Другими словами, как только борисинец перестает принимать лекарства, он вскоре снова принимает свое истинное обличье. У борисинцев очень быстрый метаболизм, эффект препарата не может держаться долго. Да, и это означает, что кто-то на Лафус снабжает конспираторов лекарственным препаратом. Увы, нам так и не удалось окончательно избавиться от учеников Санктус Медикус. Боюсь, что теперь комиссия по алхимии снова придется вмешаться. Когда я просматривала рецепты, которые они используют, то обнаружил некий экстракт обращения облика, который применяется разведчиками, чтобы скрыть симптомы поражения Мара и сохранить нормальный вид. Он чем-то напомнил мне препарат, следы которого были найдены на теле борисинца. Думаешь, это одно и то же? Хотя у препаратов разный состав, они действуют по одному и тому же принципу. Еще с древних времен борисинцы всегда стремились стать физически сильнее. А лисия народа они считали слабаками. Теперь, чтобы спасти своего вожака, они вдруг решили принять облик лисов. Их решимость трудно переоценить. Если все борисинские вывозчики приняли лекарственный препарат для маскировки, предлагаю начать расследование именно с этой зацепки. Следуйте за мной. Please follow me. Это здесь. По словам Сунии, эту зону еще не освободили, поэтому нам следует передвигаться очень осторожно. В курильнице остался препарат, используемый борисинцами. Если мы будем ориентироваться по запаху, то наверняка найдем следы замаскированных борисинцев. И чем ударила? Курильницей. Логично. На земле лежит один из тюремщиков. Поза лежащего выглядит неестественно. Осмотреть тело стража. Потрясающая сила. Убийца раздробил кости стража одним ударом. Рядовые борисинцы не обладают такой убийственной силой. Скорее всего, это был Хуэй. Простите за нескромный вопрос. Этот борисинец действительно настолько свиреп? Я живу несколько дольше, чем госпожа Линша. У меня гораздо больше боевого опыта. Для Альянса борисинцы всегда были самыми сложными противниками. Хуэй – монстр, которого боятся даже сами борисинцы. Он собрал под своим предводительством многие охотничьи стаи, платив огромную армию мерзости и изобилия. Хуэй доставил немало неприятностей силам Альянса. 700 с лишним лет назад мы с наставницей отправились в карательный поход против мерзостей. И я своими глазами видел, как трагически менялась ситуация на поле боя, когда появлялся этот зверь. Даже приняв снадобие, сдерживающее страх перед люпотоксином, многие облачные рыцари впадают в панику перед его свирепой мощью. Теряя последней силы и не смея даже поднять руку для сопротивления. Если бы прежнему мастеру меча не удалось бы заточить Хуэя под стражу с помощью ледяного клинка, неизвестно, к чему бы это привело. К концу Великой войны выжили лишь немногие. Под светом алой уны текли реки крови. Все, что мы тогда видели, кровавое зарево. В таком случае, почему же тогда, схватив такого свирепого зверя, мы не прибегли к высшей мере наказания, а всего лишь заключили его под стражу? А? Блин, нам же... объясняли, почему. За непростительные злодеяния, судьи Джумина, всегда сжигали почти бессмертных мерзостей изобилия во вселенском звездном огне. Так называемое бессмертие, это всего лишь слова. Разве в мире что-нибудь может существовать и вечно? И не понимаю, почему Лафу так долго откладывала ликвидацию злокачественной опухоли в виде Хуэя, что в итоге привело к сегодняшнему тяжелому положению. Я хотела бы возмутиться, типа, ты же лекарь, а потом вспомнила, что она не лекарь, а алхимик, и это разные вещи. Впрочем, у жителей Лафу всегда были слишком мягкотелы. Вместо того, чтобы вскрыть нарыв и удалить ядовитое воспаление, распространившееся в комиссии по алхимии, они изгнали целителя, предложившего такое радикальное лечение на Джумин. Кажется, госпожа Линша затаила на меня обиду. Я признаю свою вину в том, что ученикам Санктус Медикус удалось возродиться из пепла. Что же касается того, почему злобного Хуэя всего лишь бросили в темницу, думаете, вы и сами легко сможете найти объяснение? Я всего лишь обычная целительница, не слишком хорошо осведомлена о делах минувших дней. Так что прошу вас, генерал, развеете мои сомнения. Ладно. Я расскажу вам подробности по пути. А, о, а, что? Он сидел, ждал, походу, да? Я хочу сделать помедленнее, чтобы насладиться. Юнь Ли я не часто вижу, как она сражается, а вот эта вот дракончика у меня нет пока что. Но, скорее всего, и не будет. Мне как-то выпадают леги один через один. Если мне выпало Фейсяу, скорее всего, Линша мне не выпадет. Ну, хочется, да, там нажать побыстрее, чтобы было? Ладно, не буду вас мучить. Ну, давай, побыстрее включай. Да включай побыстрее. Алло. Во. Во. Сундук. Сундук. Он сундук стерег. Смотри-ка какой. Посмотреть. На теле погибшего облачного рыцаря тоже есть следы препарата? Сняв с облачного рыцаря шлем и броню, Линша какое-то время ощупывало тело. Нет, это борисинец. Он не успел принять изначальную форму. Его прикончили тюремщики. Все борисинцы одеты в официальную форму. Они маскировались не только под облачных рыцарей, но и под членов комиссии по полетам и комиссии по ремеслу. Тот, кто представил, предоставил такие средства маскировки, должен занимать очень высокий пост. Идем дальше. Интересно, кто же у нас тогда враг получается. А вы тоже сундук, да? Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Пошли и вы? Ну ладно. Ладно, не пошли. Я думала, может я типа ТИ-ТИ-ТИ-ТИ-Быстро сундук золотая. Рекламная пауза. Рекламная пауза. На самом деле Я получила большое удовольствие Когда, знаете, лежала С планшетом на животе И играла в сюжет Вот тогда там вообще норм Ты сидишь там что-то Считаешь Как кинфо смотришь интерактивную Так Не бей меня, я хорошая Ну и как Или как минимум быстро И ты меня не догонишь Ха, лох А что он делает Там какой-то босс Я так давно просто не играла с компа Я всё с планшета с планшета Что я такая, типа чё А чё это Ах, ёлки-палки А-а-а, интересно А-а-а А-а-а Это типа за Интересно Блин, а он там Сундук хороший держит Ладно, не-не-не Не отвлекайся Не отвлекайся Давай по сюжету Ладно, нет На земле лежит заключённый В миг смерти На его бескровном лице Застыли две эмоции Ликование От освобождения И неожиданное изумление Перед тем, как он перестал дышать Кто-то перекусил ему артерию И выпил почти всю кровь Весьма жестокий Бесчеловечный способ убийства Без свежей плоти И крови Борисинцы обречены На вечный голод Хотя они и принадлежат К долгоживущим видам Всё же очень похожи На хищников Насколько я знаю В доме кандалов Рацион Хуэя Был ограничен Боюсь даже представить Как он провёл 700 с лишним лет Без пищи и питья Как же долго Его мучил голод Как вообще Этому гражданину Сьяцин Которого он взял В заложники Удалось уцелеть Такова ужасная Суть мерзости Изобилия Чтобы подточить Его жизненные силы Его подвергали Пытки чистоколом мечей А в результате Во время наказания Он лишь испытывал Наше терпение Как и заметила Госпожа Линша Единственный верный Способ избавиться От бессмертного Сжечь его Как жаль Что Лисий народ Не согласился Верно Злодеяния Совершённые Хуэем Это не только бойни Во времена Бесчисленных войн Мы всеми силами Старались искоренить Борисинцев Но он Каким-то неведомым Чарами Превращал Лисий народ Своих прислужников И меха зверей Тем самым Снова и снова Оказываясь В выигрыше Весь Лисий народ Днём и ночью Проклинает Хуэя Его именем Даже пугают Непослушных Маленьких детей Неужели Лисий народ Состоящий в Альянсе По доброй воле Позволил бы Такому великому злу В один прекрасный день Просто взять И с легкостью Уйти в мир Иной Ну что, госпожа Линша Теперь вам ясно Почему в конечном итоге Хуэй не был взят Под стражу На Яоцине Экипаж которого По большей части Состоит из Представителей Лисий народа А вместо этого Был заключен В одиночной камере На Лафу Как только что Заметил генерал Хуэя Победила Ваша наставница И превзойдённый Мастер фехтования Совершив Настоящий подвиг Поэтому Адмирал приказал Передать бешеного Зверя На Лафу Тем самым Оказав ему честь Госпожа Линша Сильно заблуждается О своих суждениях Разрешите мне Продолжить рассказ Разрешаю А он уже спит Гляньте на него Я отвлеклась поговорить А он уже лежит Вдрыхнет Для картины Конечно Броснулся Потянулся Пойдём Как это существо Зовут-то Господи Клыкапир Клыкапиры Родом Чумина Сянчжоу Это удивительные Существа Которые питаются С нами И часто используются Для избавления От тревог И беспокойства Вы чувствуете Как ваша тревога И беспокойство Уходят Почему не Капибара Может потому что Параллельно было В Геншин Добавлено Капибара А поэтому Туда нельзя Туда можно Значит Мы сюда пойдём Используем Субтитры Мех, внешне напоминающий волка, был парализован и превращен в груду металла Я слышал, как Ян Цин рассказывал, что корабли корпорации подверглись внезапному нападению борисинцев Это тот самый груз, который они перевозили? Биологическое оружие, способное автоматически активироваться даже после того, как его выключили Либо исследование гильзы эрудитов связан с биологическим оружием Да, комиссия по ремеслам и комиссия по алхимии совместно проводили этот эксперимент В качестве компонентов данного механизма использовались биологические ткани борисинцев, обработанные особым образом Говорят, гильзия эрудитов изучала биологические характеристики долгоживущих видов, чтобы использовать полученные знания в медицине и военном деле Их сдерживали только внешние связи с Альянсом, из-за которых они не выходили за рамки дозволенного Возможно, в глазах ученых борисинцы ничем не отличались от лабораторных крыс Поэтому борисинцы и атаковали корабль, чтобы отомстить за эксперименты, которые гильзия эрудита проводила над их сородичами Нет Если бы они хотели просто отомстить корпорации гильзии, они бы уничтожили корабль и все товары на нем Но в таком случае эта штуковина не появилась бы в доме кандалов Они специально разыграли для нас спектакль, чтобы показать всем, насколько опасен этот груз А все ради того, чтобы его отправили в дом кандалов, где они использовали его в качестве оружия и организовали побег Однако такое умение использовать человеческую несмотрительность совсем не в стиле борисинцев Вою, что корпорации и гильзии эрудитов тоже оказались в затруднительном положении, сыграв роль чьей-то пешки Неожиданно среди груды покореженного металла что-то закопошилось Эй, осторожнее, эта штука еще жива Да че, вы еще поговорите? Неужели он восстановился после таких тяжелых повреждений? Они неплохо преуспели в подражании долгоживущим видам Блин, а у него... А, ну у него, в принципе, электро и ветер Уязвимость Сейчас Хэй Сяо ему наваляет Зря ей, что ли, качало? Все, она ее слила Из ресурсов И еще двигается, значит, все не так плохо Пора избавить его от страданий Атакуйте существо, накладывающее преследующий ужас Преследующий ужас снят Состояние лунное зверение закончено Атакуйте существо, воющее грох, чтобы снять статус преследующий ужас Атакуйте... Преследующий ужас снят Зайцы вперед, давайте Биомические когти Громогласный рыб Ай Текира войны от Фаисяо Дымчатые великолепия И ульташечка На 2500 49 тысяч Урона Огромный механизм снова замолк, будто раненый зверь, потерявший последние жизненные силы и затихший навсегда Генерал, вы так и не ответили на мой вопрос Почему Хуэ заточили на Лафоне на Яоцине? Вы упорно молчите, будто воды в рот набрали Вы упорно молчите, будто воды в рот набрали Неужели Яоцин недостаточно почетный для него? Причина, по которой Адмирал не оставил Хуэ на Яоцине Этот механизм прямо перед вами То есть, вы хотите сказать, что кто-то хотел выяснить, в чем секрет силы Хуэ И применить эти знания на практике, создав подобную машину? Понимаю Я слышала, что лисий народ с Яоциной, борисинцы, находятся в отдаленном родстве К тому же, некоторые потомки лисьего народа, подобно борисинцам, неминуемо впадают в безумие, которое прозвали лунным озверением Адмирал считал это явление абсолютным злом, не отличая лис от борисинцев, поэтому... Ваша догадка верна Во мнении борисинцев, лунное озверение – это дар, помогающий им высвободить силу Но для лисьего народа это болезнь, поражающая их род Эту тему они предпочитают обходить стороной Многие поколения целителей с Яоциной пытались разрешить эту загадку, но так и не достигли успеха Почему борисинцы способны контролировать лунное озверение? Может ли лисий народ избавиться от этого проклятия? Это извечные вопросы И первоначально, вопрошающий всегда исполнен добрых намерений Но благие намерения могут привести к плачевному исходу А тут вы что не интерпретировали, что благими намерениями вымощена дорога в известные места? Ну, наверное, потому что тут нет понятия ада и рая Логично Маковая росинка еще ладно, а вот крестьянства в этом мире нет Для лисьего народа с Яоциной, Хуэй не просто вожак брезинцев, а самый настоящий монстр Объект их исследований Он стал ядом, разъедающим их сердца, сам того не знаю Поэтому адмирал заточил Хуэя на Лафу Но в действительности это не символ почета, а предостережения Однажды на Лафу, ради так называемой всеобщей пользы и из-за сиюминутного эгоизма Уже произошла подобная трагедия, ставшая напоминанием всем будущим поколениям Ментеж пожирателя Луны Слышьте, вам Даньфен вообще как бы тут рядом вас не смущает, а? Стоит такой пожиратель Луны в маленьком эквиваленте Как вы, типа, вам нормально вообще? Я уже 10 раз извинился, 20 раз ушел далеко и надолго От вас подальше, чтобы вам глаза не мозолить А вы все еще припоминаете? Алло! Да во-во-во-во-во, Даньфен вздыхает Вы мне тут, Даньфен, давайте, нет, не триггерите, вы че? Передав Хуэя на Лафу, адмирал не только на какое-то время обуздал о дурной помыслу лисьего народа Но и своим поступком предостерег Лафу Синджоу, погрязший в хаосе Такие меры были нужны, чтобы достичь равновесия Альянс Синджоу, зишница Нина от них, лишь эгоистичных решениях Синджоунцев Лисий народ, Видьяхара, Синджоунцы Они должны находить компромисс, чтобы все три расы могли совместно построить свое будущее Я усвоила урок Вы точно так же, прикрываясь равновесием, изгнали мою наставницу на Джумин А сами сидели и смотрели, как возрождают испе-паучники Санктус Медикус Вы говорите, что я не смог вскрыть нарыв и удалить ядовитое воспаление, парализитирующее на комиссии по алхимии Но вместо этого изгнал целительницу, предложившую радикальное решение на Джумин А ваша наставница не сказала вам, что она воспользовалась случаем и по доброте душевной, самовольно применила к Дань Хэну, который на тот момент только-только прошел через перерождение Медицинский метод, позволяющий восстановить воспоминания из прошлой жизни Что? Ха-ха-ха, Даника типа, чё? Она полагала, что если восстановить верховному старейшине знаний из прошлой жизни, он сможет и дальше выполнять долг народа Видья Хара и охранять древо Амброзии И тогда едва пробудившиеся силы снова впадут в спячку, а раздоры утихнут и жизнь вернется в нормальное русло Но, как я уже сказал, благие начинания ведут лишь к катастрофам После этого шесть колесничек совместно приняли решение упразднить должность мастера котла комиссии по алхимии И так было до вашего прибытия Стало быть, я должна благодарить вас, генерал, что вы защитили наставницу и... Она делалась лишь приказом об изгнании? Я, насколько помню, Видья Хара, по-моему, удаляют память, чтобы им ничего не мешало перерождаться и радоваться жизни Как раз наоборот Это я должен благодарить вас за чё? Благодарить меня? Я всегда стремился иметь чистую совесть Но разве могут долгоживущие виды за свою длинную жизнь оставаться действительно безгрешными? А вы, госпожа Линша, оказались втянуты в эту историю И вам пришлось понести наказание вместе со своей наставницей, уехать так далеко от родных мест, даже не зная причины А сегодня обстановка в комиссии по алхимии стала настолько запутанной, что Альянсу пришлось призвать вас, чтобы разобраться во всём Приехав сюда, вы избавили меня от хлопот Разве я не должен благодарить вас за это? Не зря вас прозвали божественным предвидением Вы не оставили мне ни единого шанса выдвинуть обвинение Да, конечно, у него язык подвешен что надо Как вы и сказали, Альянс отправил меня сюда, чтобы я должным образом урегулировала служебные дела Но я не обязана принимать чью-либо сторону Не важно, чью сторону вы выберете В конце концов, мы с вами вместе на стороне Альянса Разве нет? Идёмте А куда идёмте? Назад идёмте? А нет, вниз Ниточка бьётся, в минувших делах отзовётся Тем временем называется у нас квест, чтобы вы понимали Пипец И вот Хуэй из этой чёрной дыры вылез Земля усеяна телами Очевидно, здесь был ожесточённый бой Посмотреть останки поражённых Мары Эти погибшие поражённые Мары Совсем не похожи на беглых заключённых Почему вы так решили? Они в доспехах и вооружены до зубов Они явно вступили в бой подготовленными Посланник с Яацины по имени Маце говорил, что всего было два отряда мятежников Кроме борискинцев, были ещё и поражённые Мары, способные прятать свои следы Наверное, это как раз они Прятать следы Ой, Дэнь Хэн, опять тебе приходится дерьмищи разгребать, а? Верно Я немного знаком с поражёнными Мары Они используют обычные гимны для маскировки Если не вглядываться, никто не заметит их присутствие Господин Дэнь Хэн когда-то предупреждал, что мне стоит быть на чеку Если мудрейшие народы Ведья Хара станут вмешиваться в дела в комиссии по алхимии Неужели... Что вам удалось выяснить, госпожа Линша? Во-первых, если судить по маршруту побега из Дома Кандалов, который использовали борисинцы Скорее всего, кто-то предоставил им план тюрьмы Ведья Хара как раз принимали активное участие в строительстве Дома Кандалов Во-вторых, чтобы сохранять облик представителей лисьего народа Борисинцам нужно принимать препарат Очевидно, что у них есть пособники в комиссии по алхимии Которые оказывают им тайное содействие В-третьих, борисинцы маскировались под представителей официальных органов И обеспечить такую маскировку мог лишь тот, кто сам занимает высокое положение Что же до наемников, использовавших облачный гимн Они лишь бросают еще одну тень на мудрейших Но зачем Ведья Хара вступать в сговор с борисинцами и помогать Хуэю сбежать? Чтобы внести хаос Только хаос в особен дать им луч надежды снова добраться до власти После мятежа Пожирателя Луны Гордые потомки драконьей крови оказались беспомощны перед лицом упадка И изо дня в день ситуация только ухудшалась Вы родом с Лаффу, госпожа Линша Должны понимать, о чем я Но на мой взгляд мудрейшие Ведья Хара совсем не подходят на роль заговорщиков Настоящий злодей мог разглядеть мелкие бреши, охватившие Лаффу Подтолкнул учеников Санктус Медикус к мятежу, что привело к возрождению Древа Амброзии Фантиля, лордокустошитель Вот, кто посеял хаос Разрешите мне наполнить вам, генерал Все, что я сейчас говорила, всего лишь мои умозаключения А для вынесения наказания требуются неопровержимые доказательства Если собираетесь ворваться в грот Ведья Хара и обвинить кого-то в преступлении Следует быть убедительными настолько, чтобы им было нечего ответить Что вы задумали, госпожа Леньша? Нужно отправить мудрейшим приглашение Приглашение? С тех пор, как я прибыла на Лафу мудрейшие просят меня о встрече Я отправлю останки пораженных Марой и карту маршрута побега заключенного из Дома Кандалов Президенцию мудрейших А потом приглашу их встретиться со мной в чешуйчатом ущелье Посмотрим, как они это все объяснят Хорошая идея Но боюсь, что мое присутствие лишь спугнет их Дело за вами, госпожа Леньша Пускай дела Ведья Хара решает Ведья Хара Если дело не выгорит, ничего страшного Когда охота на волков закончится, наступит момент истины Раз уж речь зашла об охоте на волков Меня очень беспокоит судьба плененного посланника с Яоцина Холуэй долгое время провел в Доме Кандалов без пищи Должно быть он страшно голоден Хочу представить, какой жуткий конец может его ждать Да, благословит и защитит его невестная дуга Переключение на Цяо Тю За 4 часа на начало церемонии боевых искусств Давайте мы на этом как раз закончим Я уже говорил, что я целитель Да, 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 он короче там втирает по ходу Борисинцам просто ему промывает мозги Давайте мы на сегодня закончим Всем спасибо за просмотр Я вам буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментариев Подписывайтесь на меня в социальных сетях У нас есть помимо Ютуба еще Твич, Вконтакте, Телеграм, Дискорд Все ссылки указаны Всем хорошего утра или вечера или ночи В зависимости от того, когда вы это смотрите Мы с вами увидимся уже в следующий раз Берегите себя и пока-пока